так друзья ну что ж всем привет я продолжаю проходить основную сюжетку дополнение кровь и вино решил я все-таки пойти не силовым способом отыскать дамьяна и спросить где держит сиана потому что почему да почему же почему да потому что потому так а можно ага нельзя естественно а куда я бегу я могу позвать лично вот насчет этого но все-таки так бы скорее всего как бы более-менее реалистично и правильно скорее всего не вступать в бой с дэтлафом катаканга потому что ну все-таки было бы как-то тупо вступать в бой с высшим вампиром о горка им ебануться нихуя себе он поздоровенный какой вон огромный вообще как только почему у меня все отвары от отлетели а вот все так надо выпить зелья рафалу бафалу там дать и перебежим жесть короче всех поперебили катаканы я же говорил это вот эти пидораски ходят это брукса да не быть выхода как а а а а а а Ну подойди Всё, отсыхай Творы нам, блядь Ну, всё вот Ай, блядь, сучара Горю, блядь Надо помочь Дамьену Оу Кто этот? Фледер Ну это неразумные вампиры, это как реально монстры О, блядь Рена была не смертельная, но он истёп кровью Так Мы не удержали строй Да Конечно, тут побежишь, блядь Уличная баррикада О, блядь 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 это норм что она сдохла так быстро альт и бы ты куда побежала дура и это нормально что она за его и дело так где давай отсыхай да жестко вообще блять там еще ледра забаррикадировать ты убил его в одиночку этот ублюдок перебил половину моего отряда вижу он и до тебя едва не добрался вам надо отступать быстро у меня долг перед этим городом ты не поможешь ему если поведешь солдат на убой да мне помнишь наш разговор в дворце повторяю у вас нет никаких шансов отряд раненых перевязать готовится к выступлению очень хорошо что ведьмак надеюсь ты стоишь тех денег которые тебе обещала княгиня и принесешь башку сволочек которая все это устроила но можешь мне доверять я решу ваши проблемы как пока скажу только что мне нужна сиана ты знаешь вердикт княгиня сиана ожидает суда в заточении вердикт я знаю но я с ним не согласен я не могу себе позволить такую роскошь я присягал княгиня на верность люди гибнут из-за одного человека если княгиня узнает что я тебе помог я пойду на гильотину а я следом за тобой и все таки я хочу рискнуть вижу я зря теряю время подожди когда когда я в последний раз видел сианну ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце да что ты в детскую комнату ты уверен я служил при дворе много лет знаю там каждый угол конечно холера я уверен так что княгиня заточила ее в кукольном домике честно понятия не имею я говорю только то что видел а дальше это уже не мое дело понимаю я все проверю а ты возвращайся в гарнизон лучше по моим следам там пока спокойно надо отдать знать ригису чтобы он ко мне присоединился пусть ригис встретится со мной во дворце нам надо пробраться в детскую комнату ну да вот это блядь как блядь кричат эти альпы вообще жестко у меня верная лошадка стоит ждет а прикиньте бы в реальном мире да просто вот такая блядь армия вампиров на город напал и что бы сделали люди да них я бы не сделали не сделали и ты чё за успокойся давай и вот это сделал только один вампир и при том что ну она убила только кто здесь был то есть здесь и осталось а если бы она еще пошла она бы еще поубивала бас так там катакан если не ошибаюсь был покажи что умеешь твари блядь вот як як это я говорю к тому что вот она говорит анриги ли это я там я ему устрою войну им пизда там типа этому вампиру типа чем один может да блядь один вампир может просто вот это вот весь город нахуй перерезать просто будет вырезать это несколько там ночей например они за раз а за раз он может вот такой бой не устроить ему никогда ничего не за чем могут лучшему вампиры зовут люди да блядь он не осязаем он вон туман блять убивает нахуй кого ты будешь мечом бить блять чё смеяться то даже сейчас современном мире там оружие да существует ну согласно там легендам да и вообще мифологии вампиров такая реакция не уклоняется от пуль блять поэтому ну тут только сделка с вампиром что призвал меня детская комната за этой как видишь здесь отирался один из моих братьев я позаботился чтобы он нам не мешал должно быть он охранял детскую комнату по личному приказу какой-то брат но вот это не может быть братьям это чудище блять я понимаю разумные вампиры хорошо закрыто разумеется риги с мне бы не хотелось возиться с дверью ты не будешь так любезен у людей против вампиров нет шансов вообще спасибо к вашим услугам на все я понял давай тишина возникла тут нет оловянный солдатик деревянная уточка кто-то ежедневник тетрадь собственность изабель дырокфор придворной гувернантки это записки опекунши сианы и анны генриетты из тех времен когда они были детьми не знаю как нам это поможет но пролистать его разумеется надо все она подарила мне самодельную открытку прелесть с обезглавленными окровавленными людьми а может и нет я спросила зачем она это нарисовала княжна ответила что это сцена из кошмаров которые снятся и сколько на себя помнит в самом деле сиана каждую ночь просыпается с криком если только не спит в одной постели с анны риэтой кажется девочкам над которыми висела проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них с ума сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристало дамам дошло до рукоприкладства первой ударила сестру анна генриетта сиана не осталась в долгу прежде чем я их разняла анна риэта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана анна риэта пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгиня были непреклонны ну да если уж заслужил репутацию паршивой овцы тяжко от нее потом избавиться сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом необычайно галантин для разбойника начинаю подозревать что изабелла дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов каннабиса обыкновенного не перебивай склоняю голову перед достижениями мастера арториуса вига он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди погоди арториус был придворным чародеев мастером иллюзий а это означает прегис последний раз прошу не перебивай а то пойдешь в угол девочки сказали что если я захочу выбраться туда достаточно открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзиям ничего себе это уже интересно сегодня сиану осматривали чародеи присланные капитул не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжну он не ответил сегодня занималась девочками нефтга артским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она риэта демонстрирует большие способности но более склонна к проказам когда она думала что я не слышу то сказала в мой адрес бледы хойль они сианой смеялись во весь голос бледы это ёбаный или ёбаная ахуэль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место которым спина утрачивает свое благородное название жопа ёбаная жопа типа знаю это звучит неправдоподобно но может анна генри это заточила сиану в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверим где там эта книга закрыта под ковром ничего а что там должно быть кроме пыли которую туда замела ленивая горничная ключик спрятан за рамой так это она экспекта людум рэгис рэгис страна тысячи сказок невероятно мульт из Quantum посмотрим куда ведет эта дорога глаз некалины сходит sumavs это странные иллюзии она настолько мощно и что ее нельзя рассеять а а убить она меня может если просто убежать я же не сдохну здесь или сдохну и это все равно типа будет считаться что я умный зараза выпусти его не трогай мою печку золотка не то поссоримся еще сама открывай а это кто заблудившийся путник не место тебе тут миленький а ты бледный худой надо не бойся добавлю маслица травочек славный выйдет гуляш вот только тебя поймаю блять баба ёшка нахуй а а а а сразу машин с арбалета уебать а а а а короче я понял ты волга нужно несколько круга она типа когда начинает лететь а и волга то работает и она меня застанет она опять насрала булять плантеры так ладно не страшно пантера ну блять для это нормально что столько станет стоит уже пиздос так ладно еще последняя бля пиле пол она сразу здесь ну на сре уже блять цеха и бабка зараза что это было бы и гады послушай я откуда взялось оружие от сказочного принца ему она больше не нужно об чинский тоже так-то неплохо спасибо если бы не вы и жарила бы меня сиана это ты сколько лет же ты пришла поиграть да нет мне нужны только бабы можешь выдохнуть выдохнуть потому что ты не хочешь с ним играть о чем это вы уж джек то знает о чем так что он мне быстренько скажет что случилось с его бабами прости но у меня их нет ой что-то ты юлишь может все таки сыграем какую-нибудь нашу игру как раньше например скручен связан по полу скачет ты же не забыл правда я говорю правду клянусь она риэта велела их закопать в разных местах чтобы ты не могла отсюда выйти где понятия не имею но оська тот что с волками он должен знать он всегда сует нос не в свои дела хорошо если так а если нет я тебя найду и мы еще поговорим понял а теперь проваливай я пришел тебя освободить очень мило с твоей стороны но я освобожусь сама может да а может и нет с моей помощью тебе точно будет проще как показала недавнее приключение ммм а что ты так рвешься мне помогать тебе заняться ничь все дело в детлофе он пытается заставить анну генриэту выпустить тебя и натравил на баклер чудовищ да в этом весь детлоф но ты же ко мне не новостями пришел делиться правда так что давай к делу разве не очевидно я предлагаю союз нам обоим важно чтобы ты отсюда выбралась тебе потому что ты хочешь выйти на свободу мне потому что когда ты встретишься с детлофом кончится резня в городе сперва ты меня разоблачаешь из-за тебя я попадаю в тюрьму а теперь приходишь ко мне с просьбой надо же какие номера откалывает жизнь вообще я бы посоветовала тебе пойти в жопу но ты говоришь что гибнут случайные люди это не по плану дэдлов должен был убивать только тех кто провинился и никого больше ладно будь по-твоему ведьмак я принимаю твое предложение договорились раз уж ты об этом вспомнила в чем провинились рыцари которых убил дэдлов крис пи дюлак лакроа пейрак пера не хочу я это вспоминать ну да ладно ваш когда родители от меня отвлеклись этим рыцарем поручили сопроводить меня за границы княжества они исполнили поручение не сказав ни слова в мою защиту ты же знаешь у них был приказ а но у крис пи не было приказа бить меня на гайкой до потери сознания после первой попытки побега а дюлаку не поручали морить меня голодом и унижать одно я тогда выучила рыцари ведут себя не по-рыцарски когда на них никто не смотрит это многое объясняет ты удивлен правда наверное ты решил что все понял еще до того как услышал мою версию событий да все так делают тебя изгнали из-за проклятия черного солнца верно порченные княжны мутантки ты наверняка нас слышал еще бы одну даже встречал ренфри из крейдена и что скажи она правда была чудовищем она была жестокая но почему из-за проклятия или из-за того что ей пришлось пережить сложно сказать ты ее убил да у меня не было другого выхода забавно то же самое сказала мать когда вышвырнула меня из дома такая может объесть из этой страны есть два выхода один из них моя любимая сестричка заблокировала когда заперла меня здесь а путь к другому который вон там в облаках здорово усложнила спрятав бабы я все еще не понимаю не торопись этот мальчик это был джек из джек и бобового стебля ты помнишь такого помню он в лес по гигантскому стеблю к спрятанному в облаках замку великана мы сделаем тоже когда узнаем куда анриэта дело бабы всего их три красный голубой и желтый а из одного значит стебель не вырастет нет все должно быть точно как сказки но пойдем поищем оську может он и правда сумеет нам помочь а ты иди перс все время крутился на поляне у подножия горы это недалеко от пройдешь домик ведьмы и сразу направо так что собственно происходит в городе пьется кровь так что нам надо поторопиться успокойся не слишком симпатичные эти гномы они должны охранять границу страны сказок таких как ты о единороги поймаем их и тогда не придется таскаться пешком чур мой розовый классное чувство да напоминает мне о детстве как он съели ферже холл соблюдать не ему на руну ну кусаем спокойно все уже кончилось вовсе нет вон там еще один волк сзади не волнуйся он всегда врёт а понятно так это тот самый мальчик который кричал волки пока люди не перестали ему верить до слушай малыш джек говорил будто ты знаешь что случилось его тремя бабами ничего я не знаю а вы лучше глядите вон там волки интересный выйдет разговор ну ладно начнем допустим на минуту что ты все же знаешь что случилось с красным бобом где бы он мог быть его наверняка никто не проглатывал нет 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 разумеется но если бы кто это мог быть никто который его не проглотил человек самый человеческий человек во всей стране сказок люди волки бегите ты наверняка не слышал что случилось с голубым бобом не словечко верно я слышал кажется он лежит в открытом поле просто так никто его не стережет никто три раза никто на помощь ты уверен что ничего не знаешь про желтый боб он где-то очень ну просто очень глубоко почти что совсем под землей и у кого у лысого батрака который совсем ну просто совсем никого не ждет вообще люди еще одно слово о валках и я порублю тебя на кус ну ладно бери трудный собеседник разве ты просто помнишь что мальчик всегда врёт точнее он говорит противоположная правде да так точно не знаю просто навестим остальные сказки хотя бы самые важные может так их не очень-то и много значит так красная шапочка ну ладно так это я активирую и что тогда я выдумывала новые забавы например что будет если я велю золотой рыбке выйти на берег он гляди ильгардский император король вышел похвалиться своим новым платьем не дергай мне просто ищите бобы это башня рапунцель похоже на то она еще выше чем не запомнилась начали поговорить ты помнишь что оська говорил про третий вопрос здесь пойдем заказ от гусей это что-то на сигаретку табачку дозочку фиштаха напомню из какой-то сказки раньше я продавала спички но дело у меня не ладилось так что мне пришлось расширить ассортимент а вам чего волшебные бабы если только это не название какой-нибудь дури то пожалуй нет и откуда у тебя это лента она моя да а почему она лежала может все даром я даю только первую дозу даже если бы если по-хорошему поправь хорошо ладно давай не очень вообще не очень но хоть один шпион выпал причем самый хороший чё к чему чуть-чего непонятно так на сейчас он еще призовет еще двоих а еще одного нам так ладно цивили то дачу выпущу на это фото проебал тут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че у него там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятерика заберу. Так, что-то он скидывает погодные карты, у него чех. Больше нет карты. У нее точнее. У, я две шестерки сейчас могу просто срубить. Хе-хе-хе. Не ожидала. Ясно, нет. Ясно, понятно. Насыка. Насык. Насык. Вот дерьмо. Ну, что сказано. Ленточка твоя. А теперь валите отсюда. Ну ладно. Говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте душевной, правда? Ничего я не хочу взамен. Я... Спасибо. Чихенпихен должен быть обеспечен так-то. В смысле, ничего не хочу быть. И что, шутка какая-то. А, заебись. А, просто надо эндомой помедитирую. Берегись, гномы! Я тебя уничтожу! Чисто нахер. Даже анимация такая же у них. Эй, поберегись! Это что такое? Лилипуд... Лилипуд... Лилипудляндия? О, это домики поросят. Помнишь, да? Никакой на свете зле не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутев. Остался только тряпинг. Ох, ты никуда. Ты в открытом поле и охраняет его три раза никто. Может, это и здесь? Вот халява. Им, похоже, не понравилось. Я тебя уничтожу! У меня лайфстила нет. Да, без перка, конечно, адреналин вырабатывается надолго. Так. Так. А вот и боб. Злой ведьмак подул, что было сил. И, пожалуйста, вот вам боб. Невероятно! Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел, такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо же, шутка. И вполне удачно. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать... Ну-ка, нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию, иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Горыцар старый закалки, да? Это здорово. Как сюда залезть, а, блядь, а, вон, дорога. Блядь, я ли, наркомания, пиздец. Нихуя себе. Сбросился с окна, что ли? Блядь-ка, сохранюсь, я люблю вот с таких мест падать просто, блядь. Понятно. Слишком поздно! Нет! я же попадал блять а вот спускаться отсюда будет сейчас самая настоящая проблема честно может можно прыгнуть воду там но там вода нихуя не глубоко хотя чисто по приколу почему-то камера не опускается а я не долечу есть только вот отсюда спрыгнуть круче лучше я дойду на его наху реально бедолане и как боб у меня но вот рапунцель и надоело ждать принца на белом камере ты удивлен нынешние торги модники страдать и поэтому ты выбрала себе вампира дает лав он был орудием не было жаль что он об этом не знал никому нельзя доверять я этому давно научились теперь его очередь ты с самого начала хотела его использовать нет сначала он просто меня заинтриговал знаешь эту историю это было несколько лет назад я должна была скинуть добычу знакомого барыги когда мы торговались вошел детлов он хотел продать серебряный подсвечник держал его через сукно это меня заинтересовало я вышла за ним выследила его но он быстро сообразил что и как ну да не человеческое чутье он свернул в тупик а когда я вошла туда за ним выскочил из-за угла и показал зубы хотел меня напугать но это не произвело на меня впечатление в конце концов я же сама чудовище не так и что было дальше мы начали разговаривать встретились раз другой третий но он на меня и запал сначала меня это даже забавляло но только сначала потому что он любил меня не как человек а как зверь неистово дико отчаянно тяжело ответить взаимностью на такое чувство даже кому-то с менее кривой душой чем у меня и вот в один прекрасный день ты просто исчезла да он бы не понял этих наших прибауток давай останемся друзьями я тебя не достойно и так далее но когда я решила вернуться на старое пепелище то вспомнила о нем и подумала что он может еще мне пригодится ты играешь с огнем разумеется так что или я обожгусь или спалюся дотла другого выбора нет а теперь теперь ты не боишься встречи с датловым я с ним справлюсь да откуда такая уверенность ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище а я знаю какое на самом деле будь спокоен ладно пойдем давай уже короче это да что ты заебала лясо точить блуждающий огонек корцом хочет мне что-то показать берегись нельзя им доверять улетят береги player и однако к этому не поздоровище поделки они они повернутся и остались на свободе и теперь их цена застет ты помнишь короче я не знаю я здесь и вот я вот и и я вот я вот и витязь какой-то меч так он еще сильнее чем тассанский меч ну нет тут короче сто процентов доб урона прикрыть да 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 бля ну это сушить это доспехи то так то топчик ебать видишь ли в реальном мире странствующих рыцарей куда больше чем принцесс так что некоторые рыцари пробирались волшебную страну надеялись отыскать а потом их рубила на куски стая фей узнаешь это из сказки о вы зимском драконе которого хитростью победил ловки сапожник разумеется то и дело какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать а мне потом убираться внутри наполовину переваренная овца набитая серой и смолой разумеется бобов нет по сравнению с ригером из возимской канализации это неважно не хочу опять возвращаться к этой истории красная шапочка слышал мы можем пока тиши моя голова даю слова последний раз я пил с румцессом о сианна сколько лет ты чуточку изменилась а ты вот не чуточки злой волк только кажется ты угодил в плохую компанию а с кем мне еще пить с дюймовочкой одна рюмочка и девка уже под столом ну чего вы хотите мы ищем волшебные бабы не видел дали мне один на сохранение только где он говори не так громко я могу и громче а еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом она уже с угрозами в этом вся сианна слушай я здесь за тем чтобы играть сказку хочешь играть милости просим только теперь все сложно красная шапочка то дала дуба смысле столько раз вспарывали мне брюхо зашивали в него камни топили что едва нас предоставили самим себе я оплатил этой маленькой язве сполна красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником а значит сам мы можем поиграть только я не обязан с тобой разговаривать не про бабы не про что еще вон от садово так что теперь не волнуйся уж мы с ним поиграем точнее я с ним поиграю только мне нужна красная шапочка смысле деталь костюма а не труп девочки уж я надеюсь ты хотел помогать тогда будь добр прыгни в колодец его небо ну ладно пора прыгать в колодец ни пуха ни пират так чё тут надеюсь я выплыву не в какой-нибудь жопе блять так мы вроде ничего нет тут сад я нашел и меч у пацаны то что такое и как улов удачно смотри что у меня дай сюда она тебе явно мало мне идет да вполне 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 вернемся к злому волку дай угадаю ты будешь в роли внучки ну еще бы а ты охотника опять я вам кажется ясно сказал не буду я с вами разговаривать без красной шапочки ничего страшного си она займет ее место что ну запретить я вам не могу так что а внучка подойди ко мне поближе бабушка а почему у тебя такие большие глазки чтобы лучше тебя видеть внученька бабушка а почему у тебя такие большие руки чтобы крепче тебя обнять внученька но бабушка почему у тебя такие большие зубы а а и и и и и и ты заебал, дай ударить тебя, сука я тебя уничтожу да не бегай ты, бля, родной, оба, оба давай гони боб ты помнишь, что Оська говорил про красный боб? он у человека, который его наверняка не проглотил да, надо вскрыть брюхо пробки, вставная челюсть, штопор а, вот он, красный боб ну наконец-то, теперь все ну что? мне вот интересно ты исключительно тактичен или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства послушай, тебе правда не интересно, что было дальше? что случилось после того, как меня изгнали? ну раз ты сама об этом заговорила я с удовольствием послушаю ты остановилась на том, как тебя вывезли благородные кавалеры из тусента вывезли меня в пущу кайтху и там оставили одну, без гроша в рваном кружевном платье а как раз начинались морозы наверное надеялись, что кто-нибудь меня прикончит или я на радость всем сама сдохну с голоду но я как всегда не оправдала возложенных на меня надежд неделю блуждала по лесу я была синяя от холода жрала мох и кору с деревьев и наконец увидела вдалеке огонек это был лагерь я решила, что спасена в лагере были бандиты бородатые, пьяные, все в крови я была уверена, что меня убьют, изнасилуют или то и другое но этого не случилось нет и тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах они приютили меня мы поехали в Назаир и я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их мне удалось завоевать их уважение может быть даже любовь и в конце концов я стала их атаманшей ты многое испытала да а моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах в свое удовольствие это не она тебя изгнала и не за это я ее виню а за то, что она забыла забыла обо мне сяну понять можно ладно, хватит болтовни пойдем let's go надо лутануть его пробки понадобится еще так плотва ой откуда тут моя плотва появилась а это единорог поедем садить бобы что за наркоманский квест гномы я их просто короче проигнорирую лучше и все на этом ну блять ну началось а не а и и и и и и опять ролик часовой получился как обычно стой что стебель растет быстро очень быстро ты будь поаккуратнее отлично бросай обманула ну что полезли а и и и вероятно и чудо замок любоваться потом будешь сперва справимся голем с ним циклоп какой-то огромный и бать голиас типа из из-за туч для тебя вообще не знаю этих сказок короче так выпьем и на сразу куку куку иная сать и петре заебись блять опять залагала игра ну что за хуй так блять как мне это бесит блять вот уже какой-то четвертый третий раз у меня просто игра встает на чё за хуйня это что бак какой-то или что блять или слишком персонаж из эликсира стоит становится и поэтому мне игра на гради нахуй так нельзя читер и блять это как я мимо какой-то него какого-то вопросика пробегал пытался залутать в итоге мне там четыре раза так игра оставала и я вот блять ну вообще но не понимаю что блять не так-то ох нахуй я себя так его можно на бомбочку ебать но он плохо горит ой блять крит хороший залетел ай так он сейчас где-то вылезет так крепкий сукин сын для сказочной то твари этот мир зашел с ума но я не думала что он настолько безумен не могу отделаться от мысли что ты все это устроила специально зачем вы мне это чтобы избавиться от моей компании мы совсем рядом с выходом и ты решила что я тебе больше не нужен ты ошибаешься ты мне еще очень пригодишься да хочешь мной воспользоваться как дедлов нет нет все гораздо проще но что ты на меня так смотришь мне нужен мужчина герат я не боюсь сказать об этом понятия не имею что будет когда мы отсюда выйдем так что считает моим последним желанием да чихин пихин давай сука такая а нет я думаю она меня столкнула куда-то в пропасть они там чё халпух он туды-сюды ай-яй-яй-яй красная шапочка что-то ты сам виделяешь и и геральт ты в труселях и ты один ай-яй-яй-яй-яй а если бы она ему на лицо села просто жёстко было бы и чё я дэтлофу скажу типа я твою возлюбленную чпикнул но он же меня нахуй вскроет ай-яй-яй-яй-яй это какой-то прям божественный чо хан-похан ежи дорогая кончила ты ничего не скажешь на прощание скажешь мне что-нибудь на ты права неужели ни одна женщина с тобой так не обходилась по крайней мере я такого не припомню тогда почувствую себя на месте многих женщин этого мира надеюсь это сказка хорошо закончится для меня для тебя для всех возможно это тебя зависит что ты имеешь ввиду пока ничего кроме того что ты услышал пойдем я отведу тебя к выходу да такой вот кластик не хуёвый нам тут появился какой-то этот шарик еще один огонек все она не хочет пойти на ксу на алё дура блять просто интересно зачем тебе было это сердце туса и княжеское вино просто это принадлежало мне и то и другое знаешь если бы не эти твои заскоки мы бы никогда не встретились знаю но я не жалю один раз жалю ты здесь надо просто прыгнуть в колодец ты первый по наркоманский квест на самом деле но прикольный не понравилось но это натуре надо что-то блять курнуть чтоб такое сделать там все вампиры орут портал фонтане не слишком практично это был тайный ход мы с анриет и пользовались никогда сбегали от гувернантки что она по счастью описала в своем дневнике поэтому я знал где вас ждать юная барышня согласилась помочь прибрать балаган который сама же устроила да согласилась и не говори со мной как с ребенком ты бы предпочла чтобы я говорил с тобой как с обманщиц успокойтесь вы оба на никаких но теперь идем я правда хочу все это закончить анри анна генри это не такой уж и типа блять белые пушистые кажется теперь тоже когда все уже рассказано что она часто свою сестру подставляла что она не такая уж там вся пиздатая ася нахуева на самом деле то она сучила и и бегала короче ну такая гнида и при том что вот родители и знали дать по ну ты королева уже сколько блять лет сестру не можешь найти красиво здесь правда прекрасный вид на всю долину ясную погоду можно даже разглядеть очертания дун тын здесь что ли развалины как развалины не на грош впечатлительности что дэтлов тебе нашел может он сам тебе скажет внимание дэтлов сейчас будет здесь я видел сундучок сейчас наколдует ну что где мега скорость вампиров блять я должен тебя спасать ты всегда мне лгала то что нас связывала это ложь все не так просто о нет все просто ты лил гола мне или нет я прощаю тебя но нам пора расстаться что но как линдочка и снова я в дураках она заплатит раньше позже но заплатит не стоило тебе вмешиваться ведь маг придется все с ним драться все-таки регис бат ты на моей стороне блять в этом жесткий тип главное чтобы регис теперь не умер я не хочу чтобы регис я не знаю я не знаю это я же Ах ты творына, блядь Сюда, блядь Ты моего друга обидел, блядь Я хотел только получить девушку Вы обманули меня Оба Вы не хотели Молчи Ух ты Походу крик полетел жесткий Ебать Если веришь в богов, начинаю молиться Ух Ебать Это че за урон А че А вернуться нельзя от этой атаки Че за хуйня Где он, блядь Где он, блядь Ай 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 Без крылышек то не полетаешь, да? Ах ты тварина, блядь Может надо было выпить АА А я масло не нанес Да? Против вампиров Ебать Что за хуйня Че за параша, блядь Против вампиров Масла нету Во-первых Во-вторых Что мне может еще помочь? Могу я выпить? Блядь Хелп А я, если токсичность Сейчас до нуля Солью Блядь Какая-то токсичность До нуля Сливает Белый мед Да? Все Я сейчас пью Раффала Пью Вот это Соль хуйня А, тут надо Вот это хуйня Да? Ай Ай Это органы его Да? Ай, ай, ай Он еще ударит Да? Ай, ай Все Все Это его хп остались Блин, нет, еще вон Ах Ах ты Тварь, блядь Ну-ка, я могу выпить это Отлично У меня последняя осталась Не-ка я сразу же Проебываю Пиздец 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 Это уже точно не человек Это, блядь, чудище Какое-то, нахуй Это уже точно не человек, это, блядь, чудище какое-то, нахуй Ах Я им займусь Уйди Я не могу Быстрее Он уже почти там, он слился, блядь, со своим телом Зарегенился Прости Прости Ух 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 Вот как-то, так Хотел помочь, блядь Ух так хочу сианной она опять сказки надо же получается анриете это сообщить надеюсь миша с не повесят там за то что я сделал не то что королева там попросил ой регис остановился тебе идет это одежка 100 я выгляжу как шут кафтан пошит по всем правилам портновского искусства из лучших материалов но чтобы это оценить нужно хотя бы крупица вкуса даже совершенное одеяние не скрывает недостатки воспитания обычно я ношу одежду более подходящую к моим занятиям я ничего не имею против этого костюма просто явно мне уютно себя чувствую не люблю официальные мероприятия ну что ж это вопрос привычки попрошу вас не двигаться если позволите так или иначе орден витис винифера высшая награда тусэнта требует соответствующего обрамления не следует ожидать что княгиня украсит им панцирь замызганной кровью и грязью при дворе огромное значение придается форме традиция этикет традиция которая ценит видимость превыше всего весь этот великосветский блеск и ложно понимаемая щедрость за последнее время я достаточно наслушался щедрости прочих добродетелях мне они тоже не дают покоя последний из добродетелей сочувствие единственный недостающий элемент ты внезапно поверил в теорию пяти добродетелей после всего что мы узнали это не вопрос веры суеверии или прочих народных преданий тут дело в чистой логике вся она все распланировала заранее если бы мы ее не остановили была бы и пятая жертва чью смерть связали бы с недостатком сочувствия я расспросил посланца который вручал мне приглашение на церемонию си она во дворце в уединении под давлением дворян княгиня заточила ее в башне а ты не хочешь узнать кто еще ей мешал до начала торжества мы бы успели поговорить с тем сорванцом с чистильщиком это он доставлял дедлофу письма с фамилиями может мы что-то просмотрели чистильщик ничего не говорил об этом когда мы встречались откуда ты знаешь что письма доставлял он пока ты блистал в лучах славы и примерял новые наряды я провел свое собственное расследование ты бы остался мной доволен для начала я приготовил запас полироля для нашего молодого предпринимателя я заметил что в отношениях уличных торговцев принцип взаимности ценится выше всех разумеется тоже со как это сын когда чистильщик явился ко мне за бочонком он намекнул что знает кое-что еще как выяснилось при нашей прошлой беседе мы задали ему не все возможные вопросы достаточно было слегка потянут он признался что доставлял дедлофу письма он знал что это важное для меня сведения и собственно почему не с моей стороны да теперь и не уничтожить или вы его дата в таком наряде сейчас спорт ярить где помои выливают на улицу здорово малой ты все никак не помоешься привет привет так что почистим обувку грязные сапоги позорят серьезную профессию прошу мы хотим тебя спросить опять милости просим сам я за свободу слова так что любыми сведениями охотно поделюсь а чтобы вам и обувку не вычистить по случаю может и правда стоило бы почистить в таком случае воспользуюсь приглашением один мой друг говорил что обувь должна быть столь же чиста как душа обувь зеркало души отличный слоган ты носил письма мужчине в сертуке помнишь такого ну конечно я молодой на память не жалуюсь но если ты хотел сказать что эти сведения не бесплатные ничего не выйдет откуда ты эти письма брал нищие приносили слушай эти нищие ты о них что нибудь знаешь сколько их было ну четверо каждый принес по письму только четверо пятого точно не было считать то я умею знаешь что нибудь еще может у них было что-то общее какое у них общее они все разные у кого-то башмаки от разных пар кто и вовсе без башмаков а я знаю что у них общего у них у всех нет дома малец я сейчас потеряю терпение напряги память откуда у этих нищих были письма они брали откуда-то не знаю я приходили отдавали мне письма и уходили я ни о не спрашивал геральт позволь мне задать вопрос послушай я с радостью приготовлю для тебя еще банку полироля но ты соберись и ответь как можно точнее ты знаешь где их искать ну в ночлежке наверное где это так это каждый знает тут недалеко вот по этой лестнице а потом направо спасибо вот тебе за труды придется нам поискать эту ночлежку так ну не знаю может следующей серии уже ролик идет час наверное да давайте лучше разделю это остальное тем более у меня еще тут есть пару доп заданий думаю как раз крайняя серия поэтому друзья увидишься следующей серии подписывайтесь комментируйте ставьте лайк спасибо что смотрите увидимся